Игорь Геннадьевич, все ли у вас получилось с точки тактики, казалось, что в обороне Арсенал сегодня допускал ошибки, особенно на левом фланге. Как вам показалось? Ну, что хотели, в самом деле мы сегодня выиграли, что ребята поняли, что мы от них хотим, потому что мы к этой игры готовились не вчера, не сегодня, а до этого было время у нас. Посмотрели команду. Очень симпатичная команда. Самара. Хорошие, квалиционные игроки. Очень хорошую команду собрали, в общем. И тренер. Я работал с ним в локоматии, был помощником у него. Я его назову. Меня драгает. Это топ-тренер для России. И он доказывает. Это не первый год в России. Ему уже нечего доказывать. Все знают. А так самое главное есть. Три очка и победы. Тяжелая игра. Всем нужна была эта победа. По потерянным очкам мы были в рове Самары. Можно сказать, что эта игра была не за три, а за шутечку. В следующем вопросе оказалось, что он получил перелом. Что-то известно сейчас? Ну, непростая ситуация. Пока нет. В больнице. Я думаю, на месяц. Минимум выгу из троих. Представляете, пожалуйста, себе и вопрос. Роман Гуськов, Росфутбол.инфо. Было ощущение, что это все-таки матч, который проведет такой водораздел? Кто будет бороться за Еврокубки? Кто будет бороться за стыковые матчи? Все-таки сейчас Арсенал, как вы говорите, за шесть очков победа держит. Вы знаете, до этой игры осталось еще десять туров. Разыгрываются три сточков. Так что конкретно говорить о том, что Еврокубки, не Еврокубки, давайте весны подождем. Конца весны, май месяца. Там уже более понятная ситуация в тренинге. Иван Далинин, Росфутбол. Игорь Григорьевич, вопрос. Я хочу задать про Хакуш, опять про левый фланг. Альварес, я так понимаю, не играл из-за того, что сборный, первых на сборной был. Прав ли я в этом предположении и доволен ли вы конкретной игрой Хакуша? В предположении, вы не правы, сборного не было. Но у него был дискомфорт. И как я уже до этого говорил, у нас есть в обоиме 23 человека. И на каждую игру в последующем может выйти любой игрок. Еще вопросы есть? Есть, да? Олег Венчаев, Сергей Тарасимов. Вот создавалось впечатление, что Артур Нематурин откровенно тянет время, как поставка Курсу на замену. Скажите, это была установка или какая-то личная инициатива игрока? Тянет время. Вы знаете, а если бы команда Крыльца это выигрывала? Как бы Рыжиков в этой ситуации? Это же футболки. Каждая хитрость есть в футболе. Поэтому установки никакой не было. Мы на тему не разговариваем. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова